Юсуповский дворец на Мойке. Изначально он был еще построен во времена Петра Первого, но тогда он был еще деревянным. Брест Николаевич Юсупов выкупил это здание в 1830 году и, скажем так, настроил, перестроил его к тому виду, который мы имеем на сегодняшний день. Ну и здесь жило пять поколений Юсуповых до революции 17-го года. Для того, чтобы попасть во дворец, нужно пройти минут 10 сад, который здесь разбит. Ну а это центральная лестница, знаменитая дворца, когда выходишь во дворец со стороны Мойки. Кстати, дворец еще знаменит тем, что в ночь на 17 декабря 1916 года здесь был убит Григорий Р.С. Путин. Ну а князь Феликс Юсупов был сослан в свое имение Ракитин за участие в сговоре с целью убийства, а дворец был передан доверенным лицам. Так, небольшой видеоэкскурс по залам музея. Первый зал этому считается как бы лестница, да, в прихожей, назовем его так. Ну а это второй зал Гобелинова гостиница. Здесь всегда царит полумбрак, но для того, чтобы предохранить Гобелинова старинный от любительного воздействия света. Извините. Спальня княгини. Ну, спальня, конечно, очень большая. Единственное, меня всегда мучил вопрос. Князь и княгиня уединялись обычно здесь, в спальне мужа или жены. Либо у них была, скажем так, для любовных у тех какая-то отдельная комната. Но я такой информации не нашел. Может кто-то со зрителями подскажет. Большая ротонда это помещение, где обычно, скажем так, члены семьи припроводили время. Или занимают время припровождением, общением. Ну, в отсутствие электронных девайсов это была, наверное, самая главная комната для коммуникации. Еще одна синяя гостиная. Гостиных вообще во дворце несколько и каждая оформлена в своем стиле. На табличках внимательно можно прочитать, для каких целей, какая гостиница использовалась. Гостиные, извините. Еще одна зеленая гостиная находится по соседству синих. Здесь очень много изделий из малахита. Например, вот этот вот патамин. В танцевальном зале, в принципе, ничего сверхъестественного нет. Большой рояль. Ну, это большое помещение, понятное дело, для танцев. Единственное, наверное, зимой здесь было прохладно довольно-таки. Мне так почему-то кажется. Ну, красная гостиная здесь вопросов нет. Это в основном небольшой зал. Она по размерам, наверное, самая маленькая из всех гостин. Ну, и предназначена была для каких-то уединенных разговоров, скажем так. Которая не требовала безусствия посторонних лиц. Банкетный зал. Понятное дело, сейчас это как бы зал для проведения каких-либо конференций. Но, понятное дело, раньше здесь стояло очень много столов и проходили вперед. Опять же, зимой отопить такую большую махину было проблематично. Так что, наверное, банкеты проводились более теплые времена года. В Николаевском зале, кстати, очень интересная родословная рода Юсуповых, которая ведет свое происхождение еще от нагайцев. Поэтому, скажем так, род, скажем так, не славянского происхождения. Зал прецизиоза, честно говоря, я так и не понял, для чего он использовался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Атичном зале было очень много скульптурных изображений Греции, Рима, из Древней Греции, Рима. Но, к сожалению, после революции 1917 года очень многие скульптуры пропали. Да, поэтому то, что мы с вами сейчас видим, это всего лишь копии, реплики маленьких, скажем так, маленького количества того, что здесь было. Ну, такая же история относится и, соответственно, к Юскому залу. Одно из центральных и, скажем так, шикарных мест дворца Юсуповского дворца, это, конечно, театр. Ну, иметь свой собственный театр и такой шикарный, как мы видим на видео, ну, не каждый князья в те времена могли себе позволить. Поэтому по этому театру можно судить о большом благосостоянии рода Юсуповых в конце 19-го, начало 20-го века. Продолжение следует... А это знаменитый коронационный коридор. Кстати, дальше вы видите фотографию, свидетельствующую о том, что королева Англии Елизавета посещала этот дворец и, в том числе, этот коридор в 1994 году. Еще уникальное помещение дворца, дубовая столовая. Обшивка здесь выполнена полностью из дуба и потолок. Вот эти вот колонны деревянные. К сожалению, мебель из ореха, потому что была дубовая мебель, но, опять же, после революции 1917 года, следы этой дубовой мебели, столов, стульев и так далее, затерялись в лихих поворотах историй того времени. Это мы уже спустили со второго этажа на первый этаж. И на первом этаже там немного помещений, много замок для осмотра, но, тем не менее, не есть. Например, вот эта музыкальная гостиная. Здесь, наверное, давались выступления для узкого круга слушателей. Ну, учитывая площадь, она была небольшая, наверное, зимой было легче ее отапливать. Субтитры подогнал «Симон» Ну, а это, как видно на табличке, кабинет князя, который совмещен с библиотекой. Как мы видим, собрание книг было очень даже внушительное. Ну, и здесь же, наверное, князь принимал различных посетителей, простителей, назовем так, и так далее. Ну, а это бильярдная. В те времена она еще считалась новинкой и, скажем, данью моды, да? То есть, только-только входила в высшие круги Российской империи. Поэтому мебельярдную на тот момент считалась престижем. Ну, а это бавританская или восточная гостиная с очень милым фонтаном посередине и с двумя маврами с двух сторон от этого фонтана. Кстати, я так и не понял, прислуга в этой гостиной были тоже мавры, скажем так, либо это просто скульптура для общего понятия. Но эта гостиная, кстати, примыкает к банному комплексу, что, в принципе, вполне логично. В принципе, и крафтый экскурс по музею-дворцу Юсуповых обязательно посетите. Это одно из центральных мест достойных посещений в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге.